Жители 46-го дома в Итараусском микрорайоне Булашак в панике. В первый раз обшивка их дома обвалилась год назад. К счастью, никто не пострадал. Теперь рушится другая стена. В квартирах покосились окна и двери, разошлись стены. Посмотрите, здесь в стене нет кирпичей, все из фанеры. Как попало построили, как будто сказали этим, для инвалидов сойдет. Стены расходятся, мне приходится нанимать на мизерную пенсию строителей, чтобы все это заделывать. Дом был построен в 2012 году в рамках государственной программы строительства жилья. Строила компания «Снап Оллстрой», это одно из предприятий, через которое отмывались бюджетные деньги про Эксакими Бергейры Скалиеве. Многие жильцы 46-го дома ждали получения квартир несколько десятков лет. Люди стояли в очереди, обивали пороги чиновников, а вместо дома получили построенную наспех развалюху. Когда обвалилась обшивка, моя квартира чуть не развалилась. Как идут дожди, мы плаваем в квартире. Стены у окна расходятся, все висит на соплях, холод невыносимый. Эту квартиру я ждала 20 лет и в итоге получила эту проблему. Атраусские власти отказываются брать на себя ответственность, став на защиту подрядчика, построившего дома. Чиновники считают, что в том, что дом трещит по швам, виновата стихия. Обшивка в 46-м доме обвалилась из-за сильного ветра. Подрядчик, строивший этот дом – «Снап Оллстрой», гарантийный срок истёк. Три года прошло, как дом сдан, поэтому привлечь их к ответственности сейчас мы не имеем права. К тому же эта компания признана банкротом. Назвать дом аварийным нет никаких оснований. Компания «Снап Оллстрой» – одна из тех, которая стабильно получала большие объемы на строительство жилых домов, бытной с Акимом Бергея Раскалиева. Сейчас ее руководители на скамье подсудимых по так называемому «делу Бергея». Власти, видимо, ждут, пока дом в микрорайоне Булашак развалится окончательно, как это было с Карагандинской Бесобой. Жилье в Казахстане строят с многочисленными нарушениями из самых дешевых материалов. А возведение домов по заказу государства и вовсе стало выгодной кормушкой для недобросовестных подрядчиков и получающих откаты чиновников.